Приветствую всех! Сегодня расскажу, какой линолеум выбрать для квартиры. Чтобы выбирать наиболее подходящий вариант напольного покрытия, необходимо понимать, в какой комнате его будут использовать или какой планируется режим эксплуатации, наличие домашних животных, мебель на колесах или с острыми ножками, полы в прихожей. Эксплуатация линолеума в прихожей характеризуется высоким уровнем проходимости и наличием абразивных частиц СОБВИ, поэтому сюда лучше выбирать усиленный бытовой или полукоммерческий линолеум с толщиной защитного слоя от 0,25 до 0,6. Линолеум необходимо приклеить к полу по всей поверхности, чтобы избежать сдиров при переноске мебели или крупной бытовой техники. Также приклейка позволит избежать гниения покрытия под линолеум при проникновении влаги. Какой линолеум выбрать для кухни? Что нужно знать, выбирая линолеум на кухню? Кухня имеет чуть менее сложные эксплуатационные нагрузки, чем прихожая, поэтому здесь актуальны те же требования. Лучше использовать полукоммерческий линолеум или усиленный бытовой. 23, 31, 32 класса использования будут оптимальными. Также лучше использовать покрытия с отсутствием мелких пороздок в дизайне, которые с течением времени забьются мелкой грязью, которая будет очень проблематично вымыть. Линолеум в гостиной. Проходимость здесь не очень высокая, поэтому подойдет линолеум с толщиной защитного слоя от 0,2. В гостиной существует высокая вероятность различных механических повреждений, поэтому линолеум целесообразно приклеивать по всей поверхности к полу. В отличие от кухни и прихожей, здесь даже очень светлый линолеум будет сохранять свой внешний вид достаточно долго. Детский линолеум. Если в квартире проживают дети, к выбору линолеума стоит отнестись очень ответственно. Дети часто ползают или просто лежат на полу, поэтому линолеум не должен выделять посторонних запахов. Также лучше использовать линолеум с двойной основой. Это зачитание всех преимуществ в спиненной основе и полиэстера, широко применяемого материала благодаря стопроцентной экологичности, прочности и стойкости, низким температурам. Покрытие на двойной основе отлично сохраняет тепло и делает звук шагов тише. По такому полу приятно ходить босиком. Толщина защитного слоя может быть от 0,25 мм. И желательно наличие дополнительного защитного слоя Extreme Protection или аналог. Дети любят рисовать, в том числе и на полу. Этот слой предотвращает отпринятновение грязи внутрь и облегчает уход за ним. Инновационная рецептура этого слоя позволила увеличить его износостойкость в 7 раз по сравнению с аналогами. Какой линолеум выбор для спальни? Толщина защитного слоя здесь может составлять от 0,15 мм. Нагрузки достаточно низкие, поэтому спальня можно сосредоточиться на дизайне покрытия и его тактильных характеристиках. Здесь лучше использовать линолеум с двойной основой. Покрытие на двойной основе отлично сохраняет тепло и делает звук шагов тише. По такому полу приятно ходить босиком. Существует несколько простых рекомендаций, которые помогут подобрать качественный материал. Понюхайте линолеум перед покупкой. Резкий химический запах должен вас насторожить. Качественный линолеум почти не пахнет. Сальная поверхность линолеум будет собирать на себе всю грязь и очень быстро покрытие потеряет внешний вид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова